Какие российские компании переживут войну или мировой апокалипсис? В этом видео мы не говорим про фундаментальные показатели и оценку компаний. Мы говорим про топ-компании, у которых наибольшие шансы пережить любую, даже самую кризисную ситуацию. Приветствую вас на канале Cashflow, посвященном инвестициям в акции. Обязательно подпишитесь и поставьте лайк авансом, ведь сегодня мы расскажем о пяти компаниях, которые точно переживут любую войну и мировой апокалипсис. Итак, логика простая. Ставка на историю и текущую экономическую ситуацию. На Западе действительно были случаи краха, закрытия, банкротства и полного забвения крупных компаний. Но при этом многие из них существуют до сих пор. Первая компания, которая приходит на ум, которая переживет все, это, конечно же, Сбер. Сбер – исторический преемник сберегательных касс Российской империи, а затем и советских гострудсберкасс. В далеком 1841 году император Николай I подписал указ об учреждении в России сберегательных касс. Первые кассы открываются в 1842 году в Санкт-Петербурге, Москве и Одессе. К концу 1850-х годов вкладчиками сберкасс стали 90 тысяч человек. В 1862 году уже император Александр II утвердил новый устав сберегательных касс, по которому они должны были создаваться во всех городах, посадах и местечках. В результате в России появилась сеть финансовых учреждений, доступных для всех сословий. После Октябрьской революции в 1919 году сберегательные кассы объединили с Народным банком РСФСР, а в 1925 году всю сеть преобразовали в гострудсберкассы СССР. В годы Великой Отечественной войны сберкассы сыграли важную роль в распространении военных займов и приеме пожертвований в фонд обороны. В послевоенное время сберкассы массово распространяют займы восстановления и развития народного хозяйства. В 1987 году в ходе перестроечных реформ сберегательные кассы были реорганизованы в сберегательный банк СССР. Как мы видим, сбер в различных формах пережил и царскую Россию, и революцию, и две мировые войны и становление современной России. Из всех финансовых и банковских учреждений в стране у него самые высокие шансы пережить любой коллапс. Вторая компания «Роснефть». Для начала хочется сказать, что любая консолидация нефтяной отрасли, если и будет иметь место, то будет с высокой долей вероятности проходить на базе компании «Роснефть». Не зря в последнее время такие слухи не единожды ходили в инвестиционном сообществе. История нефтяной компании «Роснефть» неразрывно связана с историей отечественной нефтяной промышленности. Первые упоминания о предприятиях, ныне входящих в состав «Роснефти», датируются концом XIX века. В 1889 году, например, началась разведка нефтяных месторождений на Сахалине. Основные активы «Роснефти» были созданы в советский период, когда началось полномасштабное освоение новых нефтяных и газовых месторождений. В 1990-е большая часть нефтяной промышленности была приватизирована. Управление нефтегазовыми активами, оставшимися в собственности государства, осуществляло государственное предприятие «Роснефть», которое в сентябре 1995 года было преобразовано в открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть». А в 2000-е годы компания стала лидером по добыче нефти в стране. «Роснефть» на текущий момент – лидер российской нефтяной отрасли. Последние десятилетия происходят укропнения компании за счет консолидации активов. «Роснефть», в отличие от других компаний, пользуется безоговорочной поддержкой со стороны государства. Это позволит компании преодолеть любые проблемные периоды. Напомним, мы не говорим про текущую оценку. Вопрос в выживаемости. На третьем месте компания с более короткой историей, но не менее важная для российской экономики. «Газпром». Открытие больших месторождений газа в Сибири, на Урале и в Поволжье в 60-е и 90-е годы сделало СССР одной из крупнейших газодобывающих стран. В 1965 году было образовано Министерство газовой промышленности СССР, которое ведало разведкой газовых месторождений, добычей газа, его доставкой и продажей. В августе 1989 года постановлением Совета министров СССР министерство было преобразовано в государственный газодобывающий концерн «Газпром». 5 ноября 1992 года президент России подписал указ о его преобразовании в акционерное общество РАО «Газпром». Именно с тех пор «Газпром» начал пользоваться невероятным протекционизмом со стороны государства. Для компании были открыты все двери, она имела огромное экономическое влияние, получала от государства значительные налоговые льготы. В самые сложные для страны времена российские власти использовали газовую монополию в качестве резерва. «Газпром» то со своей валютной выручки поддерживал курс рубля, то помогал погашать задолженность перед пенсионерами. В мае 2001 года компанию возглавил Алексей Миллер, которому была поставлена задача реформировать «Газпром», но в то же время сохранить компанию в качестве основного политического и финансового ресурса Кремля. За годы своей работы компания отметилась огромным количеством строек трубопроводов как в западном, так и в восточном направлениях. Компания не только пережила кризисные 90-е, но и помогала полученными от экспорта деньгами государству. За следующую кампанию вступились бельгийцы в процессе обсуждения европейских санкций. Это дорогого стоит. Алроса. Первые находки отдельных алмазов в России относятся к XVIII веку, однако постоянные научные поиски этого камня начались лишь в конце 1930-х годов. Тогда вышла в свет монография исследователя-геолога Владимира Соболева о геологическом сходстве Южной Африки и Сибирской платформы. Начавшиеся поиски были прерваны Великой Отечественной войной, но затем возобновились. В конце 1940-х годов в Сибирь были направлены несколько геологических экспедиций. Поисковые группы геологов стремились найти алмазы на реке Вилюй и ее притоках. В 1949 году исследователи нашли первый алмаз в Якутии, а в 1954 году открыли трубку Зорница – первое коренное месторождение алмазов на территории Советского Союза. Так начался путь русских алмазов на мировой рынок. Вплоть до распада СССР шло освоение новых месторождений. В 1992 году создалось АК «Алроса». Вступил в силу указ президент Российской Федерации об образовании акционерной компании «Алмаз России» САХА. А в 2011 году АК «Алроса» была преобразована в открытое акционерное общество «Алроса». С тех пор акции компании «Алроса» поступили в свободное обращение на финансовом рынке. Компания имеет важное значение на мировом рынке. Это признают и партнеры, и конкуренты. Как показала история, приостановка работы возможна, но полное закрытие маловероятно даже при самом негативном стечении обстоятельств. Далее «Норникель». Еще одна компания с историей. В 1935 году Совет народных комиссаров СССР принял решение о строительстве Норильского комбината. В 1943 году на Норильском комбинате открыт цех электролиза никеля. В 1950-е Норильский комбинат – явный лидер по добыче цветных металлов в СССР. В 1960-й год открыто крупнейшее в мире месторождение медно-никелевых руд «Толнахская», которое дало второе рождение Норильскому комбинату. В 1993 году указом президента российский государственный концерн по производству цветных и драгоценных металлов «Норильский никель» преобразован в Российское акционерное общество по производству цветных и драгоценных металлов «Норильский никель». В 2000-е идет развитие компании, а в 2010-е Владимир Потанин меняет управленческую структуру и делает ставку на новую стратегию развития, основа которой – первоклассные производственные активы. На текущий момент металлы, которые добывает Норникель, незаменимы в мировом энергопереходе. Несмотря на все сложности и геополитику, продукция компании остается востребованной на мировых рынках. Вывод напрашивается сам собой. Как видно из нашего топа, наибольшая вероятность преодолеть любые кризисные моменты у крупных предприятий, имеющих федеральное значение и богатую историю. Что ж, друзья, если видео было вам полезно, то поставьте лайк и обязательно переходите к нам в Телеграм, там мы регулярно публикуем инвестиционные идеи. Также там есть чат, где любой желающий может задать вопрос. Все ссылки будут в описании.